Начать запись надо во-вторых. Для тех, кто смотрит записи, это скучный стрим по обновлению сайта. Сегодня 22 августа 2016 года, и мы, можно сказать, начинаем тест. Мест, меняемся к лучшему. Кошка привозить обязательно, это было единственное условие ее приезда сюда. Так, ключевая информация есть в новости на главной странице. Собственно, по ней мы и будем идти сверху вниз, опубликовать. Бет не открывает, потому что уже не бет, уже бета. Точка, гудгейм, точка, ру, точка. Меняемся к лучшему. Вот она новость, уже один плюс. Хорошо. Может вообще читать на новом сайте? Какая классная у нас иконка бетки, посмотрите. Для начала. У меня почему-то не сразу она открывается. Подключение то ли с интернетом моим, то ли с чем-то еще. А сайт не открывается. Сайт не белый. Что говоришь? Да нет, куда там? Все. А, нет, все. Окей. Можно здесь просто эту новость читать. Тоже не стоит и принципиально. Поэтому. Итак, давайте, чтобы я не потерялся, буду просто тупо по новости идти. Что пишет? Сегодня в 18.00 брехня. Начинается трансляция по сайту. Вместе с этим начинается открытый. Хотя по формулировке не брехня. То есть получается, что не написано, с чего начинается трансляция. С фашечки или с обзора сайта. Так что все ок. Вместе с этим начинается открытое тестирование. Внутри новости. Коротко тезис о грядущем обновлении. Подробнее расскажем на вечернем стриме. Вот, собственно, и стрим. Информация для тестеров. Адрес beta.goodgame.ru Сроки тестирования примерно один месяц. Примерно. Да. По завершению теста новая версия полностью заменит старую. Никаких там опций в бета-профиле мы, к сожалению, сделать не можем. Слишком много изменений в сайте. Но вы, собственно, это скоро и увидите. Как мы будем собирать фидбэк? Во-первых, он уже попер. Даже несмотря на то, что мы особо не приглашали темку, кто-то на форуме создал. Слово за слово уже дюжина писем на почтовом ящике. Вы, в общем-то, можете также брать и посылать нам письма с своими замечаниями, идеями, репортами, багами и прочими. На адрес beta.sobaka.goodgame.ru Запомнить несложно. Beta.goodgame.ru Это адрес сайта. Beta.sobaka.goodgame.ru Точка. Ну, можно без точки в конце. Не путай меня. Это почта. Если вы хотите принять более активное участие в тестировании, пишут в новостях, напишите в письме ваш скайп. И мы можем добавить вас в конференцию. Она так. Кроме того, создана тема на форуме, где можно оставлять замечания и пожелания по бете сайта. Наиболее активные тестеры, как выяснилось, получат подписку на все каналы от трех месяцев. Верняк. Надо браться. Итак, давайте коротенечко по тому, что... Что вообще было сделано? Главные преимущества, опять же, если верить тому, что написано в новости, обновленной версии сайта. Это высокая скорость работы. Ну, если загрузится она у вас, то высокая скорость работы. Потому что у меня вот локи подключения идет. Подключение. Вот так вот. Переходы по страницам сайта, беспознанные перезагрузки страницы. Оптимизация под разрешение Full HD. В первую очередь. 1920 на 1080. Адаптивный дизайн. От 1000 до как раз Full HD. Единый стиль интерфейса его элементов. Я часто буду, видимо, в стороны Вити смотреть. По этому поводу. Нет. Переработка всех ключевых страниц сайта. И выделим тут еще новый элемент. Сквозная лента, избранные друзья, сообщения, чат, уведомления. Ну, чего там у вас загружается? Вот почему? Он то грузится моментально, то никак не грузится. Вот и фэ. Дальше у нас есть пока предмета. Вот мне любопытно. Сейчас процесс идет такой. Сейчас все будет. Все нормально. На плеере нет кнопки play посередине. Да, да, да. Сейчас мы к этим макетикам перейдем. Итак, для того, чтобы было проще и нагляднее относительно того, что же было изменено по каждой из ключевых страниц, мы сделали такие вот макетики. Простые. Что было и что стало. То есть, как выглядел сайт, страница сайта до, ну, как она выглядит сейчас на старом сайте, и как она будет выглядеть на резине. Как она выглядит сейчас на резине. Блин, F11. Тезисы. Логотип перенесен в шапку сайта и убрано брендирование. Кстати, там вместо логотипа все еще домик у нас. Убрано брендирование. Это как раз вот пустое место. Если бренда нет или у человека премиум, то место значительно больше становится. То есть, вот это верх. Видите, черное-черное. Я не могу курсором показывать, но увидите. Это старый вариант, это новый вариант. Благодаря этому сразу увеличилась, ну, появилась масса свободного пространства на боковую там ленту, на дополнительную превьюшку, на главную менюшку. И далее. Помещается на три превью трансляции больше, чем раньше. Открытые турниры мы сделали повыше, чем видео. Ок. В материалах повысилась читаемость, крупнее заголовки иллюстрации, текст. Видео также стало больше вместо 5-8 штук, крупнее превьюшки тоже. В блоке форум добавлена возможность выбирать разделы для отображения интересных тем. То есть, блок форум теперь так же настраиваемый, кастомизируемый, как и новостная лента, очень похоже на нее, по крайней мере. То есть, вы можете в... Ну, мне было бы, конечно, проще показать, но, к сожалению, у меня бы это не грузится. Это нормально. Сохранены все фильтры настройки в блоках, блок с турнирами выше, это уже, кстати, что говоришь? У блоки все работает. Попробую сейчас. Подключение. Нет, это странная тема, она у меня была практически всегда. Всплывало, то всплывает, то нет. Может, это с нашим маршрутом что-то? Может, он коннект как-то по-хитрому? Ну, ладно. У пацанов-то нормально? Да, интересно. Да, грузится у ледокола. Это, видимо, наше что-то локальное тут. Клевое. Так, блок с турнирами выше блока видео, логин на сайт происходит через поп-ап, в какой бы части сайта вы ни находились. Тоже увидеть этот клевый блюр от Вити с разными вариантами входа на сайт, с анимашками, с переливашками, с разными штуками. И переработан футер, добавлены приложения, социальные сети и важные ссылки. Ну, проще всего, конечно, смотреть на старые варианты, новые варианты, что даже на первом экране у вас помещается значительно больше, чем раньше. Полезной информации. Вот. Это если говорить о главной странице. Едем дальше. Страница с трансляциями. Аналогичная есть. Ссылочка у меня была стала. Тезисно, коротко, увеличено количество отображаемых плакатов с 6 до 8, но это в зависимости от разрешения вашего. То есть, может быть и 6, если у вас там не Full HD, а меньше. Изменен внешний вид отображения. Вот. Изменен внешний вид отображаемой трансляции. Увеличено превью. Количество стримов тоже увеличилось. Скролл, на который большинство из вас первого раза не попадало, судя по карте кликов. Вот это вот скролл маленький, видите, синенький такой, под плакатиками находится. Заменен на стрелочки. Давайте еще разок вот так вот, наверное. В общем, больше плакатов, больше превью. Превью больше сами по себе. Жанры появились, как вы видите. Можно переключать игры в жанры. И если вы любитель там какого-то определенного типа игр, то сможете теперь пользоваться жанрами. И что там, кажется, еще было. А, 3D-плакатики еще. 3D-плакатик, кажется, только по StarCraft здесь реализован. Можете покрутить там второй StarCraft, увидеть, как реализованы будут все плакаты, которые, ну, если верить безумному дизайнеру, что все плакаты будут в 3D. Все 100. Да, все 100. Добавлена возможность, да, сортировать трансляции по жанрам. Локи, выручай. У меня скоро закончатся макеты, было, стало. Заработал? Заработал? Опять? Не, у меня по-по-старому все. Эх. Жизнь моя жестянка. Вот. Чатик. Ну, чатик не хочется рассматривать в отрыве от страницы стримера. Если коротко, то чат теперь по всей высоте браузера. Они маленькие, как на старой версии. Переработаны все окна, настройки голосования, список пользователей. И дальше. Там обращение к стримеру рядом с полем ввода сообщения. Вроде как зацените это, вам должно понравиться. То есть вы вот тут вот вводите, ну, рядом у вас тык на стримера и поль для ввода. Шрифт покрупнее, насколько я понимаю. Отступы другие. Пожелание от стримеров было добавить цветовую и иконочную дифференциацию для личных премов и общих премов. Это тоже сделали. Что, все окей? Да, вроде все окей, только... О, у меня загрузился тоже. Я ничего не делал. Ничего не делал. А, ну, для начала, если вот зайдете на бету, оцените скорость загрузки сайта. Ну, просто посмотрите. Ну, вроде как никто не жалуется, что не грузится. Просто это наша какая-то классная штука. Просто посмотрите, насколько все летает. Сравните со старым сайтом. Вот, можно позумить свгшные иконочки. Витя любит на досуге это делать. Посмотрите, это пиксели, бобер пикселеватый. А вот это вот иконочка игры, свгшная. Сколько бы ты ее не зумил, с каждым зумом она становится все красивее и красивее. Это прекрасно. Да, кстати, обновлен внешний вид, ну, турниров-то тоже. Давайте пройдемся по тем разделам, которые... Масштаб не тот. По тем разделам, которые уже показал. Да, вот появилась, во-первых, наша новость. До новостей мы тоже дойдем. Открытые турниры, внешний вид поменялся. Крупные классные иконочки, возможность принять участие, точнее, зарегистрироваться на турнир прямо с главной страницы. Анимашки. Новые элементы, типа вот флажочки. Причем, если уменьшаешь разрешение, блоки меняются местами. Адаптивность, бла-бла-бла. Вот. Давайте... Что еще раз? Сейчас давайте зайдем на страницу канала и там посмотрим на чатик. Вот мой канал. Вот он чатик. Во-первых, Message of the Day. Для стримеров нам нужен фидбэк. Это просили с одной стороны сделать, чтобы Message of the Day был не сообщением общим, типа как он в чате... В чат ты заходишь, сразу тебе сыпется системное сообщение Message of the Day, и он наверх уходит. Вот. А чтобы он как-то по-особому выделялся. Он, во-первых, сейчас у нас не пропадает, но подразумевается, что он через 10-15 секунд сам пропадает. Но вот он находится фиксирован на таком месте. Скажи его. Что? Феликс? Что еще? Феликса. У Феликса, да, у Феликса. Не, ну у меня видишь, какой у меня Message of the Day классный. Да, работает избранный, но до избранного мы дойдем. Смайлики. Пропали смайлики, были смайлики. Вот на чатик можно... Вот посмотрите, какой чатик. Крупнее шрифт, больше помещается всего. Обращение к стримеру теперь не наверху, что ты навел наверх, а потом палец вниз и пишешь. Написал ты не... Ты не очень. Очень удобно получается. И там иконочки у помощников. Настройки чата, я не знаю, тоже не допилили, насколько я вижу. Голосование есть. То есть тут все... У Вити есть макеты там со всеми состояниями чата. Почему, собственно, и делалось это. Где там 20 или 25 самых разных. Да не, наверное, даже больше. Да, это мы показывали уже, если помнишь, на одной из трансляций. То есть тут переработано... Ну, все просто переработано. Но не с точки зрения типа все зачеркнули, давайте пилим новый сайт, как мы там его назовем. А вот сохраняя, используя предыдущий опыт, сделаем получше. Итак, по чату. Чат по всей высоте браузера, переработанный, бла-бла-бла. Обращение к стримеру рядом. Новое заметное место для сообщения дня. Будет еще, кстати, опция повторения Message of the Day, но это тоже под вопросом. Нужно со стримерами еще посоветоваться. А, новый еще тип выравнивания будет елочкой, но он в данный момент не реализован. Пики нет, плохой новый сайт. Тут, в принципе, смайлов нет. Ну, бас, валик. Так, дальше, видеораздел. Та же самая тема, та же самая тема была-стала. Заходим. Да, я еще тут разлогинился специально, чтобы у меня блог видео мое, он тут у бога выглядел сверху еще. Вот. И брендирование выскочило. Вот. Больше, опять же, помещается плакатиков, больше помещается превьюшечек, и при этом при всем у вас еще избранное перед глазами. О нем, кстати, надо вообще было с самого начала сказать, потому что, по сути, это новый и очень важный, на наш взгляд, элемент сайта. Вот эта вот лента сквозная, наша любимая. То есть, есть некий элемент. Мы, во-первых, знаем, что вы очень часто обращаетесь именно к избранному, который находится в главном меню. Есть некий элемент. Вы хотите знать, какие каналы, на которые вы подписаны, сейчас находятся онлайн, чтобы между ними переключаться. И также, когда что там проанонсировано из предстоящих трансляций, ну, по этим каналам, на которые вы подписаны. Поэтому одна из вкладок в ленте, это как раз ваши избранные. Тут отображаются каналы онлайн. И что говоришь? А, это у меня включился стрим. А, это я в ленте включился стрим. Sorry. Пацаны. Да, это еще одна фишка будет. Я просто сейчас ни в наушниках не слышал, что происходит. Дабл Миша. Вот. То есть, где бы вы ни находились, на какой бы странице вы ни находились, у вас всегда есть некий сквозной блок с серией вкладок. Их сейчас до четырех, может быть. Да, уже все пофиксили. Сейчас дойдет сигнал. Sorry. Где вы можете... Ну, за которым вы можете следить, где бы ни находились. Вот, например, включили трансляцию «Бобра», да? Вы видите, что у вас тут есть чатик. Вы можете в это время находиться на форуме или читать какую-то новость, например, по «Меняемся к лучшему открытому бету» и вернуться, самое главное, без прерывания трансляции к ней. Ну, при этом, как бы, у вас еще и чатик под рукой, что, конечно, ну, эта фиша, как бы, полюбилась. Последняя вкладка, которая здесь пустая, это некая лента. Мы до нее дойдем, покажем. Там как раз будут персонализированные ивенты вам скидываться, типа, ответили вам... Ну, как, частично там будет уведомление. На ваш комментарий ответили, там вы подписались на премиум. Там, что у нас там еще интересного есть, не помню. Там много состояний, там выплаты сделаны, вам выдали предупреждение. В общем, некие события, которые сейчас приходят частично через уведомления, но будут еще новые ивенты. Турниры. Турниры было-стало, открываем макетик. Ну, собственно, тоже раздел невероятным образом перекомпилирован, переформирован. Здесь из новых элементов, во-первых, появился игровой профиль, который доселе находился в профайле на старом сайте. Ну, там, где вы прикрепляете игровые аккаунты, отображается там ваше достижение, или можно вывести... Ну, да. Прикрепление, кажется, у нас было в профиле. Финансовая информация была отдельно. Да. Ну, это как раз получилось так из-за того, что турнирный модуль, он делался еще на старом сайте, постоянно дополнялся. То есть, проектирование тогда не очень классное было. Ну, сейчас привели более-менее все в порядок. Кота принесли на открытие, бетки. Запустили, наконец-то, кота. Ребята, это событие. А окна закрыты? Окна закрыты. Беса, Беса. Кота на вепку надо. Ну, давай, тащи кота. Евгения, тащи кота. И яркость надо повысить тогда, потому что этого черное существо не показать будет вам. Не показали, но вы уже спали. Сейчас, сейчас, сейчас будет. Где? Давай покрупнее. Крупнее. Она не контрастная абсолютно. Пусть в камеру смотрит. Давай еще. Что ты? Я понимаю, что тебе любопытно. Надо посмотреть офис. Ну, посмотри в камеру. О! О! Бес. Смотрим в камеру. Отлично. Спасибо, что кота принесла. Давно пора было это сделать. Так. Вот. В общем, появился новый блок, игровой профиль. Компоновка, как вы видите, изменилась. Рекомендую. Актуальные турниры заменились, ну, на рекомендуемый. Внешний вид. Опять же, другой, не как на старом сайте. Не помню, что еще. Что еще там принципиально нового. Ну, надо прочитать, если ты не помнишь. На странице всех турниров добавлен игровой профиль. Измена, компоновка блоков команды. Ага. Отображается непонятно что. Не дописал. Итак, страница канала для зрителя. Страница канала для зрителя. Было-стало. Список всех важных событий. А, это для стримера. Для зрителя. Быстрая загрузка страницы старт трансляции. Кстати, вы, наверное, заценили, да, насколько быстро. С момента клика на бета. Ну, вот она у меня опять. Хопа, и вот тот же самый баг. Просто вот раз и не загружается. Да, ну ладно, посмотрим. Во-первых, опять же, из-за того, что убрали логотип, убрали брендирование, если его нет. И боковые полосы сразу позволили себе сделать чуть ли не театральный режим со старта. Просто вот он, огромный плеер, вот он, огромный чатик. Есть, конечно, мысли относительно того, что надо сделать так, чтобы на первом экране все-таки были видны кнопки, ключевые наши, замечательные, по подпискам, по премиуму и название трансляции. Хотя оно есть при наведении, но это еще будем обсуждать и решать. Вот, но в целом, первый экран стал, по сути, театральным режимом. Эй. Только мне хотелось бы, конечно, снова вернуться на бетку. Надеюсь, оно мне загрузится. Какой-то странный баг. Так, страница для стримера, конечно, она совсем другая. То есть там для зрителя можно было проскролить, вы можете сейчас проскролить вниз, увидеть там разные заголовки, какая игра, выбор из плеера, блок с количеством зрителей, подписок и так далее, видео, блок с комментариями, которые, кстати, прогружаются только после того, как проходит первый скролл. Ну, чтобы страница еще быстрее загружалась. Вот, но для стримера страница канала это совсем другое. Там другие требования и... Не пинай, кота, слышишь? Бесса, не обижайся, он безумен. Так подкрылся просто вообще внезапно. Она такая. Вот, для стримера... Ай, тут не получится. Не получится так сделать. Короче, блоки, которые на старом сайте раскиданы по статистике, по аудитории, по видеозаписям, по заработку, лог событий, сейчас приведено все более-менее в порядок. Есть некий дешборд стримера, где отображается наиболее актуальная информация. Сюда выводятся ошибки по пресетам, там, кейфреймы, звук и прочее. Есть некий лог, как раз последние события, которые, ну, по сути, должны, кстати, обновляться, естественно, без каких-либо дополнительных телодвижений. Добавлены, но пока еще, кстати, не реализованные аудиторные показатели. Количество зрителей, лояльность, кстати, не будет, динамика. Ну, там шесть показателей, которые... Да, я лучше, наверное... А где я его возьму? Я могу дать все. Давай, давай, видите. Потому что в текущей версии, насколько я помню, реализован только график онлайн. Прикольно. Еще бы у меня бетка открывалась. Вообще бы трансляция замечательно шла. Да, да, да. Бетка и можно. Да, это да, но просто... Но просто как-то это неправильно. Да, и в ближайшем обновлении будет еще... Мы изменим расположение блоков для стримера. Блин. Ну, короче, дэшборд будет слева вообще. Видите, скинул макетик с аудиторией... Ну, там просто новый канал. Он... Да. А, у тебя еще Dropbox, кстати, очень медленно загружается. Ты в курсе, да? У меня это еще не бывает. Почему он в вашей... Нет, скорее всего он просто... А, тут еще обновление плеера же будет. Но это потом. Да, для пользователя, скорее всего, мы отойдем от по умолчанию театрального режима. Потому что, ну, там все равно от меню не избавиться. Вот. Поэтому заголовок будет сверху. Внешний вид плеера. Это вот небольшой спойлер. Дизайн обновится. Да, и компоновка. Конечно, с записями, с голосованием о канале тоже несколько изменится. Все для того, чтобы центральный блок, вот о канале, комментарии, были по центру. Так же, как в галереях, в материалах. В общем, чтобы удобнее было читать и более стройная такая структура получается. Для стримера это просто ад, на самом деле. То есть, дэшборд. Стримеру особо крупный плеер не нужен, только для того, чтобы мониторить, что все хорошо. Как можно больше информации, самый разный. Вот. Ну, и наши розовые с сердечками в личные премиумы. Окей. Форум. Да, я думал, что ты вообще мне аудиторию скидывал. Ясно. Евгения. Это хорошо, правильно. Иди по столам. Понятно. Ты будешь визуально. Клево. Теперь все знают. Что мне можно сделать, Локи, чтобы открывался? Вот сейчас он открылся у меня. Так, хорошо. Что я хотел? Я хотел посмотреть, кажется, да, страницу канала. А, вот, время старта. Время старта. Вот, тыкаем. Раз. Два. От клика до старта проигрывания видео. А между... А, ну, хотя оно в среднем. Высоком, наверное, чуть побольше будет из-за местного интернета. Да, все грузится. Спасибо большое. То есть, в целом, сайт стал работать значительно шустрее. И, надеюсь, вы это зацените. Вот, но это бета. Он еще не готов. Сейчас мы перейдем к тому, что еще не готовы. И к тому, как вообще реагировать и что делать. Но сначала добьем оставшиеся страницы. Во-первых, форум было-стало. Посмотрели по карте кликов, что последнее сообщение, последний столбец этой таблицы вами практически никогда не используется. Нафиг его убрали. Сэкономили место. Вспомнили, что у нас две точки входа на форум. Через блок на главной странице по горячим темам. И через разделы и подразделы. И решили, почему бы нам не сделать так, чтобы вы, находясь на странице форума, имели перед глазами и, собственно, блок аналогичный, как на текущем сайте, с горячими темами. В результате получается два вида отображения, так скажем. По свежести и по, как бы, структуре. Ну, по разделам. Вот. На форуме... Что же там еще на форуме там? А, на форуме крупнее шрифт, читаемость лучше. На аватарках всякие иконочки, где будут потом еще ачивки реализованы. Ай, блин, вот я дурак. Я закрыл, кажется, опять Бетту. Не дай бог, она у меня сейчас снова не откроется. Да, нельзя было ее закрывать. Хорошо. Кота, да, кот будет с нами теперь жить. Мяу, Беса, что такое? Это кошка. Что сделать еще раз? Открыть? Ссылочка открыть. Нет. Не открывает. Как-нибудь новый сайт. Ну, сейчас открылся он у меня опять. Так, да, на форуме хотел зайти. Опять же, работает очень шустрым. Крупнее шрифт, крупнее заголовки. Удобнее читать, опять же, крупнее. И текст, иконочки, опять же, свгшные. Сделали специально для вас. Перерисовали дефолтный аватар. Вчера Савелий постарался. Вы знаете эту рюмочку? Вы знаете этот кубок со старого сайта? Теперь он будет у тех, кто не поставил аватар. Ну, или тех, кто поставит ее специально после этого. Вот. Ну, добавили оценки плюс-минус для того, чтобы видно было, когда у комментария плюс один на старом сайте. Это может быть как плюс 50, минус 49, так и просто плюс один. Вот. Кубок хорошо зайдет. Ну, две вещи должны хорошо на бетке зайти сейчас. Это фав иконка, и так сойдет. И старый кубок. Вот. Мы перенесли, не знаем, как вам понравится или нет, возврат страницы с левой части вот сюда, чтобы, во-первых, не отъедалась целая полоса. То есть, если на старом сайте как бы пофиг на то, что целая полоска выедается, потому что все равно боковые полосы громадные, да, то на новом надо было как-то более компактно размещать элемент. И мы все еще думаем его оставлять справа или делать слева. То есть, куда чаще будет курсор уходить? В главное меню после этого или в ленту? И, в общем, нужен ваш экспириенс и ваше мнение по этому поводу. Для тех, кто недавно присоединился, еще раз хочу сказать, что сейчас мы быстро проходимся по обновленной версии сайта. Вы можете оставлять свои комментарии и замечания в нескольких местах. Мы все мониторить будем это в теме на форуме, в новостях. Писать на мейл betasobakogutgame.ru И если есть прям особое желание, прям вам очень хочется донести информацию, то можно и в скайп добавиться. Присылайте свой скайп в мейле, опять же, на betasobakogutgame.ru По форуму наверняка я что-то еще забыл. Ну, там, опять же, иконочки новые, бла-бла-бла. Иконочки на аватарке. Плюс-минусы сказал. Тема закрыта для комментирования. Прикольно я зашел. Можно в железный раздел зайти. Я больше всего, конечно, в данный момент радует скорость работы. Это еще не предел мечтаний. Можно еще лучше сделать. Да, наверное, нет. Редактор старенький, смайлики, все те же самые. Будет добавлен, кроме текущих элементов, еще ютубчик. Это из того, что совсем-совсем много просили пользователи на форуме. А так... А, ну, клевый поиск еще, посмотрите. Он также разделен по разным разделам. Но как бы не нужно переключаться между вкладками. У вас сразу же вот они пользователи, вот они каналы, вот они турниры, видео, новости и тема на форуме. Причем в помощи, кажется, у нас поиск своеобразный тоже реализован, который без, да, без перезагрузки ищет. Ну и опять же, все происходит довольно быстро. Вы можете увидеть наверху такой зелененький, как бы это назвать, лоудер, что ли, который тоже на ютубчике аналогичный. Сигнализирует о том, как происходит процесс загрузки, если это вообще... Может, это даже, кстати, не нужно, уже учитывая то, что оно открывается за долю секунды. Можно просто показывать лоудер, если круизка дольше, чем... Да, скорее всего. Так, блок с горячими темами, убрана ненужная колонка, ок, иконки обновлены, читаемость формы шрифта, выравнивание, отображение положительных и отрицательных оценок. Вроде ничего не забыл. Материалы. Крупнее заголовок, основной текст, главная иллюстрация, фон новости. Кстати, блюр так и не пофиксили мы, да? Блюр у нас старый с ХОЦа в материалах. Рекомендуемые новости. Галерея еще сделал, видите, в материалах. В целом, если вот без нюансов, новости стало значительно удобнее считать на как раз Full HD. То есть крупнее шрифт, крупнее заголовок, межстрочный интервал. Кажется, фон ты поменял, да? В материалах фон изменился? В материалах он темно стал совсем. Еще темнее, чем раньше, еще синее, чем раньше, да. Сам текст, в общем-то, находится тоже по середине, а не как сейчас в колонке, которая сдвинута слева. Ну, посмотрите. В принципе, та же самая новость, которую мы вот сейчас смотрим, наменяемся к лучшему. Сравните. Вот как здесь и как здесь. По высоте, конечно, меньше получается, но вот мне удобнее, на самом деле, вот так вот, чтобы считывание было. То есть Ctrl зажимаешь, делаешь зумчик, иначе на 100% шрифт довольно мелкий получается. Вот. Вот. Так вот. Тоже комменты подгружаются только после того, как ты до них доскролишь. Это сделано для того, чтобы быстрее происходила загрузка странички. Команды не работают в Message of Day и Up, говорит Elder. Это все в комментарии, Elder. Вообще, багов там предостаточно. Только-только начали публичный тест. Планируем его, по крайней мере, проводить, вести еще месяц, в зависимости от того, какая там степень готовности будет по результату. Турниры были, было-было, канал был, материалы были, галереи. Галереи, как самостоятельный раздел, мы упразднили. То есть, нет сейчас страницы с галереями, там, например, по всем турнирам. Возможно, в каком-то виде вернется, но пока мы сделали следующим образом. Галереи прикрепляются, они появились, во-первых, в материалах, и галерея прикрепляется к какому-то конкретному объекту. Либо это пользовательская галерея, либо это галерея событий, либо это галерея новостей, интервью и прочего. Это не тот макет, Михаил, не тот макет. Да, ну тут вообще практически один в один, как на ВКонтакте или Фейсбуке, я не знаю. То есть, это появляется также оверлейм, перекрывает все, максимум места под иллюстрацию. Комментарии под иллюстрацией находятся как раз... Мы рассматривали два варианта, и до того, как Дуров высказался относительно смещения фокуса, мы выбрали правильный вариант, что комментарии должны находиться под иллюстрацией, чтобы не привлекать лишнего внимания пользователя во время первого просмотра. У тебя есть две тысячи с собой? Тумбу тоже сегодня завезут. У меня нет денег, Жень, с собой. Я 400 рублей даже локи должен. Бесса, не пугайся, тут все свои. Кот отличный, он дрессированный еще. Галерея рабочая? Да, очень нужна. А, в чате? А, вижу все. Да, галерейка. А галерея это... Да, у меня подключение снова. Да, стоит ли говорить, что тут еще что-то все масштабируется еще? Может, хосты я подключаю? До определенного уровня, по крайней мере. Что говоришь? Хосты, может, второй афишник подписать. А куда он ломится сейчас? Там два афишника же на сервере. Может, это один? Так, аж мы же час, полтора часа назад убрали записи. Витя, Витя все равно справляется. Странно, но это моя проблема, сори. Нет, я тебе про хосты прописываю сейчас. Хорошо, я сейчас в хостс тоже пропишу. Кто-то уже написал? И на жалюзи уже скидывались. Нет, это опасная тема со скидыванием. Мы же проходили такое. По примеру, к известному району. Да. Две тысячи мне дали. А зачем ты спрашивала, если... Да? Классно. Так. Лента. Лента пока еще не реализована. Ну, то есть, ивенты... Я не помню, какая там сложность у нас с лентой. Вот. Но вот так вот будет выглядеть. Снова кота опять несут. Чего ты хочешь, Бесс? Отвлекают меня. Извините, пожалуйста, уважаемые зрители. Просто отвлекают. Сейчас еще выселение сделаем, чтобы... Ну, вот посмотрите, какие ивенты могут сыпаться в ленту. О том, что началась трансляция. Причем с возможностью открыть сразу же в ленте плюс чатик. О том, что проанонсирована трансляция с обратным отчетом. Вы можете удалять сообщение из ленты. Вы заработали достижение Красавчик Старкрафт 2. Открыли новый предмет. У нас есть, все еще есть идея и иллюстрации мыслей по поводу ачивок. Вот. Интересных тем, как поощрять наиболее активных пользователей за их положительные действия. Там, выиграл на турнире, получил ачивку. Создал тему, которая набрала 100 плюсов, получил ачивку. Начисленный общий премиум. Канал получил статус премиум. Можете загрузить смайлик для вашего канала. Это когда накопится определенное количество личных подписок. Срок действия вашего бана на канале Майкера Стек. Очень актуальное уведомление. Поступила жалоба от пользователей Фибоначчи на канал. Нифига себе, ведь я тут нарисовал. Нарисовал. Креативит. Появилась возможность ретранслировать это системные сообщения. Закончился бла-бла-бла в течение часа. Подтвердите участие. Да, и турнирные уведомления тоже отдельной категорией идут. При этом, да, есть настройки уведомлений. Они во многом повторяют то, что есть сейчас на сайте. Но этого пока, вот именно ленты пока на бэде нет, к сожалению. По стрим-сервису, наверное, не стоит. Потому что тут не полный список. Но из ключевых событий, которые важны для стримеров, это, конечно же, дополнительные системы кодирования, которые позволят нам держать в два раза больше премиум трансляций. То есть ждите, что порог... Что говоришь? Прохождение ГГС со всеми очинками. Без сохранений, да? Да, это интересно. Хаббок поддержал канал. На ответ на главный вопрос сейчас сайты что? У меня все пропало, все пропало. Все, никак не вернуть. Ладно, давай попробуем на канал зайти. Пока что на старом сайте. Дивинити, немного фуфа, вообще отлично. Отличный анонс. Сейчас сайты синхронизированы? Нет, они не полностью синхронизированы. Просто на новую версию сайта где-то с периодичностью минут, раз в 10 минут подгружаются актуальные данные. То есть ты туда можешь заходить, читать комментарии, там, новости и прочее. Но если ты напишешь, то от этого проку не будет, насколько я понимаю. Вот. Потому что этого вполне хватает для тестирования, да и сложно. Сложно, насколько я понял, реализовать, чтобы прям полная синхронизация была. Вот. Значит, другие SVG иконки игр. Возврат к началу ближе к ней. Тестируем клипы, но это вы знаете. Это не относится к обновленной версии сайта. Возобновление и разработка приложения для iPhone. Надеюсь, оно все-таки у нас пойдет. Да, Витя? Ага, как дела? Как там iPhone у нас поживает? Будем делать. Упрощенная страница логина, поддержка HTTPS для API 2. Кстати, да, новый сайт весь на HTTPS. Сейчас мы и трансляция на HTTPS, скорее всего, будем. Непонятно, правда, зачем. Нет, понятно, зачем. Потому что некоторые провайдеры режут нешифрованный трафик, если он там типа определенного типа. Вот. Поэтому, если там у вас трансляция лагает, иногда помогает как раз включить HTTPS. Так, что такое? Чифка выверг, у меня ремейкер один каила. Понятно, зачем, говорит ледокол. Да-да-да, я просто забыл лед уже, зачем. И стримы давно на HTTPS раздаются. Вот оно как, ребята. Все уже давно на HTTPS по дефолту. Спасибо, Ильдар, большое, что поправил. Мы тебя здесь ждали. У меня... Я пустой, в общем. Витя, внимательнее отвечай сейчас на этот вопрос. Очень внимательно. Тебя тщательно спросил пивовар. Мальчик, в итоге? Да-да-да, очень внимательно отвечай. Так, ладно. Еще раз повторю. Значит, есть несколько... Во-первых, ваша помощь нужна. Нам нужно собрать массив задач, потому что что работает, что не работает, что работает недостаточно хорошо. Этот массив задач мы обработаем, сделаем список по приоритетам и будем делать. Собирать фидбэк мы будем с почты beta-sobaka-goodgame.ru из комментариев в новости, вот к этой текущей, и с темы на форуме. Как-то так. В общем, если в двух словах, это все. Ленту? А, ты ивенты будешь мне накидывать? Сейчас, погоди, погоди, погоди. Так, я открыл ленту, вот, например... О, у меня уже Авер начал трансляцию. Ну, давай, хорошо, да. Ивент формат, да, это ивент тайм. Нету. Параметра нет со временем. Только что. Вот сейчас он трансформировал это. Меньше минут назад. Да, ну это будет что-то вроде системы с персонализированными уведомлениями. Подписались на канал, получили уведомления. Стали премиум-стримером, получаете нужную информацию. Получили ответ в интересной теме или в комментарии, вас тут же уведомили. Причем, даже когда лента скрыта, а это не реализовано еще, будут появляться старого типа уведомления сверху с возможностью открыть ленту заново. Пойду к Абверу. Стрим попалю. Вот. С Новым годом. А фидбэк к теме на форуме можно писать в бете сайт или лучше на боевой версии. Лучше на боевой. Лучше на боевой. Все-таки. Давайте посмотрим, что по комментам в новости. Классно, уже 35 багов. Прям. Ну, он уже присылал. Тут большую часть мы уже читали. Это I like good game. Наш любимый. Где место под рекламу, как теперь ИГГ зарабатывать? Присылай деньги просто. Тупо присылай деньги. Мы подумали и решили, что баннерная реклама и брендирование, это на нее никто не кликает. Вот. И решили тупо отказаться от всей медийки. Потому что это не работает. У всех отблок стоит. Нет, если серьезно, будет брендирование. Просто если вы залогинили, у вас не будет боковых полос, а брендирование будет сверху. Вот. Так что все в порядке. Бета настолько хороша, что будут только использоваться по дефолту. Рано еще. Ты разочаруешься. Там все-таки много мелочей недоделанных. Но степень готовности, конечно, нас самих поразила. Что по новой версии довольно многие вещи нравятся. Можно, посмотрите, можно слушать Аббера, читать чатик и еще играть на турнире по ФФА. А, мы в турнир же еще не заходили. Ёшки-матрешки. Ну, тут не сильно поменялось, на самом деле. Тут много плюсов, как раз исходя из того, что изначально резина. То есть на старом сайте это фикс, а то ты заходишь на какой-нибудь просто кап, открываешь сетку и все. А если сделаешь... Ну, хотя нет, на весь экран тут особо нет. Ну, в общем, у тебя больше свободного места по дефолту есть, где мы, собственно, инфу и располагаем. А захотелось там, слил, например, ФФА. Ну, такое бывает. Вот, кстати, плашка отображается неправильно в этих, перекрывается. Видите, баг тоже. Вернулся в Аббера, досматриваешь. И все в считанные секунды. Удобно? Разве это плохо? В общем, все будет хорошо, ребят. Слишком крупные элементы. Всего в 1920-1080 как будто под лупой сайт смотришь. Вот так вот. Привыкли люди к 13-му шрифту или к 11-му? Да, с китайцем вспоминается. Может быть, у тебя, кстати, в винде шрифт нестандартный поставлен. Такое же бывает, что если ставят крупнее шрифт в системе? А, бетгудгейм не будет грузиться. Бета, бета, ребята. Бета точка. Он уже не бет. Это меняемся к лучшему. Написано в FIFA. Ну, блин. Сейчас поменяю. Это косяк, ребят. Это просто косяк. Все, пофиксили. Наверное, 27-дюймовый Моник виноват. Ну, поздравляю тебя. У нас тут пятнашки-семнашки максимум. Фидбэк по чату. Блок пользователей грузится и реагирует на фильтры очень долго. Для 600 плюс зрителей время открыть составляет 0,5 одна секунда. Да. Блок пользователей. Да, блоки сразу починим. Короче, я даже не вижу смысла на самом деле. Сегодня вот мне зачитывать баги, потому что это бета. А вот хотелось бы какого-то каких-то вопросов от вас. Вот по поводу концепции, может быть. Каких-то ну, просто потому что тут понятно баги. Я начал просто читать, локи говорит да, да, пофиксим, да, понятно, мы это и так без стрима сможем сделать. Вот. Вход через ВК невозможен. Работает, говорит локи. Вопрос из чатика по концепции исходят. Концепция? Какая концепция? Ты расстроен, что ли, когда вы располагаете в дом? Да мне уже все равно, но периодически мы туда заходим. Разве это плохо? Скорость работы сайта крутая быстрее, на компьютерах открываются. Скорость нового вверх по поводу сайта крутая. Да, тут профили все плохо. Поверстки беда. Картинку Савелий не дорисовал в профиле, но зато он сделал кубок, видишь, и свгшные иконки, и это там за день. Локи, а ты не мог как ведущий разработчик поотвечать на вопросы технического характера. Тут уже пошли и нет, ну ты присаживайся сюда. Локи 7, оно само работает, ты увидишь, как это работает. Вон, бета с нуля создан или пересобранный текущий сайт. Товарищ, если у вас есть какие-то технические вопросы, вот, есть уникальные, а зачем? Садись на мое кресло и все. Давай, давай, давай. Не, ну я не смогу читать все вопросы подряд. Ты выбираешь что хочешь ближе к этому. Неудобно ничего. Ближе к этому? Так, ну движок не совсем новый, движок перепиленный старый, но в дальнейшем, уехала, в дальнейшем будет много еще чего перепиливаться, будет много рефакторинга. Что с кэшированием через Redis? Нормально все с кэшируем через Redis? Кэшируется? Я просто заметил, от кого это вопрос. Это же Кузя. Да, а я думаю, что такое, что за вопросы такие? Сделаем, да, обязательно кэш через Jinx. Вот. Так, где тут еще были вопросы интересные? Это не... слушай, но это по-моему единственный был технический вопрос. Вставка изображений через загрузку файла, а не через линк. Да, это, кстати, вот как раз к вопросу о загрузке картинок в новости и в комменты. Да, легко ли ломать новый сайт? Ну, попробуй, поломай. Авторизация через ВК не работает. пофиксим при попытке Fatal Error это нормально. А какой ты пытаешься... Напиши NoizMan, какой ты пытаешься сайт открыть? В смысле, стрим. Стрим какой-то открываешь, потому что какая-то странная хрень. Не добавили новый чат. Штука, когда чат убираешь, не возвращается. Уберешь. Когда уберешь. А убрали что ли эту штучку тут совсем? Да, пока убрали. А, понятно. Как вы сделали такую быструю загрузку? Это магия. Просто магия. Больше ничего нет. KDE под FreeBSD. Не, не патчили. У нас CentOS. Там не надо патчить. Все уже в репозиториях. Во всех ошибках стрим... Во всех стримах такая ошибка влезает. А, это чат в окне. Окей. Да, чат в окне пока не работает. Это нормально. Старые баги будут справлены? Нет, старые баги на текущем сайте скорее всего уже правиться не будут. Так что будем... У нас новые баги. Мы наделали новых магов. Старые нам надоели. Мы на PHP 7 переехали. Да, мы переехали на PHP 7. Но за 7 он не переезжал. Сколько стоит новый сайт? Ну, где-то как миша говорит, что он стоит примерно как СК2ТВшный чатик. Верните среднее окно, куда дели его. Среднее окно? Это которое между левым и правым. Среднее окно. Окей, собирались его приходить на HTML5 для вот. Ледоколы вопрос. Да, да, собираемся. Я понял, почему меня посадили сюда. До меня только сейчас дошло. Это была подстава. Да. Все, ты готов принять эстафету? Поздравляю с переездом. Обычное окно, которое в стандарте. Поподробнее, в каком стандарте, какое... что за среднее окно? ГГ будет резиниться шире, чем... Нет, нет, не будет. Читай комменты в теме. Не, а, комменты в теме? Не, неохота. Запускай варик. Да, меня подставили. Ты не будешь ждать? А, такси. Все, ладно, окей. Когда белая версия? Она вам не нужна. Да. Мы посовещались и решили, что тебе нравится работать с майкером. Почеши ухо, если нет. Ответьте на вопрос про квадратный монитор. Что за? На новом сайте звук в Яндекс. Браузере трещит. Это Яндекс. Браузер такой. Это Яндекс. Браузер. Go FFA слоки. Так, но обычный сайт старый, а в новом сайте нету нормального окна. Есть только очень большое и очень маленькое. Это General что-то очень такие. Как-то издалека начинает. Надо вот Zerueli с ним пообщаться. Я думаю, они там найдут вообще язык. Картинка стала уже. каково работать среди вейперов. Вот это на самом деле боль. Особенно пока Вити нет. Они Витю боятся и не вейпят. И пока Вити нет, тут стоит такой кумар. когда Витя есть еще нормально терпимо. Нет, это не анафт. А если два монитора сайт на них растянется? Да. Неплохо. Неплохо. Будет ли окно стрима на весь экран внутри браузера без чата? это? Нет, в окне браузера. То есть он хочет видимо. Скорее всего будет окно, как бы стрим по папчике. да, и все. Когда будет версия под айфон? Одновременно два стрима в одном окне можно будет? Не, ну, кстати, это можно. Единственное, надо решать вопрос со звуком. Те, кто может, те, у кого потянет и каналы и комп, почему нет? Майкер сделал пластическую операцию. На плазме норм будет? На плазме вообще будет просто лакшери. Мы специально тестировали на плазме. Миша будет стримить в кумаре? Нормально. Нормально. Данные через API приходят на фронт, сервер-сайт рендеринг остался? Да, частично остался, частично перешло на ангуляр, но полностью пока не отказались. Возможно, в будущем будем полностью переходить на чисто на опишки. Но не сегодня, это завтра. Multi-good game, чтобы полностью соответствовать. Понятно. Почему отказались от фичи в плеере с откруткой видео назад? Меня самого интересует вопрос, но Миша говорит, нам это не нужно. Возможно ли сделать интеграцию прочих чатов в чат.гг? Мне кажется, мы не будем это делать. Нет, мы не будем это делать. Да. Если у меня монитор 16 к 10, все будет нормально работать? Да, все будет отлично работать. все круто, сайт будет, окей. Зрители суммируются с твича, гг и т.д. Когда-нибудь мы выпилим остальные плееры, останется только гг и проблема уйдет. видимо, где-то суммируются. Может, в избранном. Списка видосов в профиле пользователя по дате. Это лучше в комменты пишите, в чатике пропадет. Пишите в комменты. Крутая идея в мобильных приложениях только чат канал на весь экран смотришь, например, лежит. Витя говорит, что так и будет. Так задумано. Да, я знаю про то, что можно открутить стрелочками на клаве. Естественно, я сам эту штуку пилил, когда мы, собственно, убрали вот эту полосу прокрутки, чтобы осталась возможность мотать скрытая. Сделали возможность мотать кнопочками. Сколько нужно новых сайтов, чтобы вкрутить лампочку? Лично. Про iPhone приложение не расслышал. Все, как ты написал, все так будет. Мы записали, с твоих слов и сделаем обязательно. Так, если идет турнир или дуэль двух стримеров, сделать переключение между ними, например, Майкер, Бонич, Тей, БСП стримят какой-то очередной трешак. Смотрю Майкера, хочу посмотреть Бонича, чтобы не переключаться через избранное, быструю ссылку пробросить через соседи по стриму. Выпилить твич, да вы могете. Да, твич выпилим обязательно. Очень не хватает кнопки в плеера отправить на хромкаст. Есть какой-нибудь хромкаст. Класс. Вряд ли такая скорость сайта останется, когда нагрузка возрастет. На самом деле у нас там еще половина кэширования не включена, поэтому скорее всего мы ускоримся. Стоит ли ожидать изменений в мобильных приложениях? Верните отматывание назад. Сколько стоит сменить ID учетной записи? Да, пишите в личку в общем. У меня есть I have a power. Позовите потом Витю к ответу. Опа, есть пара серьезных вопросов. Отлично. Сделайте в андроиде возможность выбора в настройках андроид пропускаем. Последние года субъективно наблюдаю снижение популярности ГГ. Все уходят на твич. Что думаете делать? Что мы думаем делать? Выпилим твич? Да, я же уже сказал. Сразу все придут назад. Почему у вас получается у Адольфа нет? Это к Миши вопрос. Это к Миши вопрос. Написано, что стрим от Майкера. Тут ни Варкрафта, ни Майкера. Черт. Когда хосты и мульти ГГ? Хосты вроде как есть. Они типа даже вроде как работают. Ну и так сойдет. Да. И так сойдет. Так, можно было поставить стрим на паузу и через условно 10 минут смотреть с момента паузы. При этом добавить кнопку вроде go live, чтобы вернуться к live. свеча изжима. Но это все к dvr складывается. Когда-нибудь, когда-нибудь flylights это будет, но не сейчас. Просто два стрима в одном окне, чтобы если турнир не надо переключаться. Есть в планах мульти-ггг, как мульти-твич. Что такое мульти-твич? Это когда много окна на одной странице, какого-то там есть. Ну надо тогда пацанам что-нибудь включить, что мы или что, или мне продолжать? Зачем вы повалили SK2TV? Нет, мы не имеем никакого отношения. Майкер сказал, мы не имеем к этому никакого отношения. Можно смотреть два стрима в одной вкладке? Ну да, через ленту и через этот. Почему нет? Да, ради бога. Смотри, я разрешаю. Нормально все. В смысле Android пропускает? Нормально. Я не знаю, не занимаюсь разработкой под Android. Вообще не в курсе, как там все идет. Поэтому по этим вопросам лучше с Виктором потом пообщайтесь. Сделайте несколько аудиодорожек со своими регуляторами. Микрофон, игра, музыка. Блин, это вообще просто… Это имба, фича, блабы. Это, к сожалению, не стандартно. Новую версию интереснее разрабатывать. Моменты озарения в процессе и особо приятные моменты. Но это слишком философский вопрос. Тут можно очень долго рассуждать. И если я буду на него отвечать, пропущу все остальные вопросики. Я и так уже тут. Отстал от потока. Когда будет возможность стримить с Android? Ты можешь легко стримить с Android, качаешь приложение. Оно есть там, в общем, и запускаешь стрим. Лысого пригласить и пиарить ГГ. Лысого пригласить и пиарить ГГ. Хорошо. Макарони? А будут ли личные смайлы у зрителей? Чтобы любимые смайлы были всегда, даже если прям закончится. Но мне, кстати, кажется, это вот качивка можно будет там, да, или к магазину, да, привязать. Возможно, да. Алиску, да, Алиску надо немножко подправить, потому что сейчас она бывает. Локи, неужели SSL включили? Блин, SSL давным-давно работал, уже еще на, когда он был BadGoodGame. При создании учетки переходит на линк профиля, но если изменить ник, то ссылка не меняется. У меня в линке ченнел... Да, есть такая проблема. Она связана с тем, что изменение ника пользователя сделали костыльным методом, из-за этого канал не меняется. Да, возможно, будем когда-нибудь это фиксить, но пока что вроде как в планах нет. Резина есть, где Flexbox? Это кдау вопрос. Окей. Знаешь, что ингонорируете вопросы, она уже бесит с самого старта Android. Когда сделаете автоповорот экрана? Вить? Вить? Когда будет автоповорот экрана на Android? Виктор не знает. Зови ледокола на горячий стол. К сожалению, ледокола нет. Он динамит. Так, какой пароль от майкера? У майкера на сайте. Мастер пароль. Дер пароль. Если нажать кнопку «Отцепить в плеере», «Открыть другой стрим», оба будут воспроизводиться? Вполне возможно, что они запустятся оба, но я не уверен, я не проверял этот вопрос. Какой пароль у майкера на сайте? На каком фреймворке ГГ. Фреймворк самописный. Ничего из общедоступного, опенсорсного нет. Лысого из бразера. Из бразерс, наверное. Окей. Личный смайл из-за ачивки, да. Будет ачивка уволить Лысого. Когда Divinity? Ачивки магазина слышал. Так, Витя, по-моему, сваливает по-быстрому, чтобы на стрим не испалиться. Да, да, да. Хотели видеть у нас стрим, а он вот убегает. Требую закрепить тему анклава. Сейчас уже можно смотреть два стрима одновременно. Я надеюсь, это не какой-нибудь там... А, ну да, вот, собственно, о чем речь и шла. Ты как-то изменился в Солярий ходил? Будет ли на новом ГГ старое главное? Нет, к сожалению, нет. Когда это был Гудгейм, через ВК логинился, сейчас нет. Да, там просто не исправили редиректы. Поправим, все будет логиниться. Все хотят стримы турниров компании в одном окне. Народ требует. Когда зеленый сайт? Фиба на горячий стул. Так, зови Витю скорее на пару вопросов. Ну, он убегает, теперь можете кумарить. Ачивку забанен на канале Майкера. Как можно отключить определенную категорию стримов? Хм, нет, пока нельзя. И, наверное, нельзя будет. Соберите Тиму на четырех человек и го в Divinity. Покажите новый макет с брендированием. Отжарить нуба, нагнуть соседа. Что? Не знаю. Так, все, вопросики закончились. Чатик закончился. Давайте прощаться уже будем. Прощаться? Прощаться, да. А что мы все рассказали уже. Ну, хорошо. Тогда иди прощайся. Я помашу ручкой. Так, спасибо. Спасибо, Локи, за информацию. Все рассказал, все сдал. Ну, и для тех, кто недавно присоединился, еще раз сообщу, что, во-первых, во-первых, вы можете в любой момент оставить, во-первых, зайти на beta.goodgame.ru, если хотите принять какое-то участие в бета-тестировании, отправить на email информацию о баге, email beta.goodgame.ru, а там было beta.goodgame.ru, или отписаться в комментариях к новости или в теме на форуме. Прикольный стул, удобный? Да, стул удобный. Кузя, спасибо тебе за оценку. Ты не объективен, мне кажется, немножко. Ты на мой вопрос новости не ответил, там совсем чуть-чуть отвечать, Ли-Си-Ан, Ли-Ци-Ан, Ли-Ци-Ан, Ли-Ци-Ан. По форуму будет ли на главную вводить самое обсуждаемое? Пока нет, пока не решили, каким образом фильтровать тему, но в конце концов я хочу все-таки перейти к тому, что каким бы материал ни был, там это интервью, это дневник, это тем на форуме или новость, это по сути все одно и то же и должно как-то по-одинаковому добавляться и более-менее по-одинаковому отображаться. Конечно, показывается, что это определенная категория, но конечному зрителю, как правило, все равно, что читать. Опять же, интересное интервью, интересную тему на форуме или свежую новость, потому что тип подачи материала там один и тот же, там заголовок, текст иллюстрации и так далее, вот, но это позже. Кто придумал сердечки напрям? Ну, как ты думаешь, розовые сердечки, только дизайнер может такое придумать. Чудило говорит, хороший сайт, удачи с ним. Да ладно, он же сырой, я думал, что вы закидаете, но сайт хорош, действительно хорош, ничего не могу сказать. Хорош. Планируется ли предложение для Smart TV? Нет. Будет ли Акула плыть на ракете? Хорошая тема, это надо, видите, не забыть подкинуть эту идею с китайскими штуками, но он нарисует новый плеер. Настраивание турниров, блоки открыты, но это все понятно. Фидбэк по чату тоже был, это все понятно. Квадратный монитор. Скрины из чатика. Сделать в Android возможность выбора. Все, что касается Android, лучше, опять же, отправлять или айпада, отправлять через само приложение непосредственно. То есть оно таким образом сразу попадет разработчик. Об этом уже сто раз говорили. Куда на новом сайте переедут классные попцы от брендирования? Но тебе придется разлогиниваться, если они по боковым полосам. То есть если вот на старом сайте боковые полосы черные, вот, и здесь иногда умещались всякие интересные части, то на новом сайте, если ты разлогинен, то появляются полоски, но они не такие широкие, как на старом, как ты видишь, но все равно какая-то, может, филейная часть поместится сюда. Вот. Но только так. Ой, какой логин-то клевый, а? Слушай, неплохо. Паш, неплохо. Работает ведь? Реально работает. Умеете? Могете? Пошли домой. Да, наверное, стоит. Сегодня рано вставали. А что-то у меня у помини показывается аудитория. Тут же графики клевые. А, еще ж не рассказывал про анонсы. Да, еще не все, видимо, перелилось. Тут же столько всего, ребята, и с видео, и с анонсами. Ой-ой-ой-ой-ой. И с аудиторией тут показатели. Короче, если вам нравится уже то, что вы видите сейчас, то мы этот месяц, да, дальше будет вообще очень хорошо. Потому что практика показывает, что если вы выпускаешь версию, где много мелочей, они очень много впечатлений портят. А тут как бы даже они не сумели большинству испортить впечатление. А их реально много, поверьте. Мы на этом сайте каждый день по несколько часов. Поэтому Климбер 723, я не знаю. Скай Мэйби, привет. Только недавно слушал конференцию вашего с Кинг Кобрейс, с этим Скадлзом, накануне закрытия соревнований. Ну, в общем, ладно, это... Ой. Да. Аудиторию еще раз проверить, и там промежуток времени в одну секунду поставил. Сори. Я сейчас на своем канале проверю просто и все. Я это ставлю, это подойдет что-то. Да нет, он... Да, я понял, это именно с этим... Короче, ладно, не важно. Вот. А, кнопочки, естественно, там подписки, премиума, интерактивные кнопочки, типа подписаться, отписаться, вот такие вот, что типа бла-бла-бла. Кубок опять же. Да. Черный список не пашет на бете. Вполне вероятно. В чатике довольно... Во-первых, настройки сейчас не открываются в чатике, насколько я вижу. Мы тоже это еще не доделали, тоже настройками занимались. Ну, верст, кажется, сегодня только дау доделал по настройкам. SkyMavy говорит, я так понимаю, резюме вам можно уже не прислать после этого. Да, нам программисты хорошие всегда нужны, но я не уверен, что ты программист. Что там еще разок? Guitar Hero, давай новое брендирование, сделаем рекламу теста новой версии сайта. Так пока внимания и так хватит. То есть то, что вы уже написали и периодически будете писать, мы со всем этим объемом в любом случае не справимся. Нам как раз нужен эта масса задач для того, чтобы понять, какой объем, и выбрать наиболее важный, повторяющийся, наиболее критичный и прочее. Но объем тоже важно узнать, хотя бы для того, чтобы понимать, сколько времени нам понадобится на фиксы, и что не надо фиксить. Перекрутить что-то вроде рекорда зрителей на канале. Пиковое значение, кажется, будет в вкладке аудитория, там 6 параметров, типа среднее время просмотра, количество просмотров, количество уникальных зрителей, ну вот длительность просмотра. Пиковое значение, там 6 параметров, видите, скидывал. И отличные редакторы, высшая лингвистическая, красный диплом, большой опыт работы, еще не совсем новичок в журналистике. И отличные редакторы, высшая лингвистическая, красный диплом, большой опыт работы. Ну, если серьезно, то на нефанда собака.goodgame.ru Главному редактору пиши. Авторы хорошие всегда нужны. Залил, да, аудиторию? Да, график можешь прислать. А, вот вижу график уже, да. А, лучше какую-нибудь дату выберем, вот и до, чтобы. За промежуток. Давай, а сегодня почему так? Ну, сегодня крон, потому что не запущен. Кляво. Можно пошире. А он так не будет, да? Молодец какая. Вот это вот, помнишь, тесты у нас были? Ладно, давай за промежуток. С семнадцатого. Ладно, с двадцатого. Вот. Вот так оно должно быть. Да, и аудитория не лагает, как раньше. Я помню. Надо, кстати, запоминать промежуток, который был выставлен в прошлый раз. Тоже мелочевка. Давай я запишу все-таки задачку. Работы еще много, но мы здесь даже в полном составе останемся, по крайней мере, на месяц. То есть верстальщик-то точно останется на месяц, а все остальные еще задержатся. Поэтому, думаю, что все успеем. На странице канала. Зря я начал это делать. Просто я боюсь, что забуду на странице канала. Во вкладке, в специфичные вещи, в вкладке аудитория, запоминать кастомный период времени. Сейчас уже точно не забуду. Ну все, давайте прощаться уже. Спасибо большое за то, что смотрели. Если у вас будет еще раз какой-то фидбэк, пишите на мейл. Вижу, 7 писем уже прилетело. Пишите в теме на форуме, оставляйте. Еще новость повисит до завтрашнего дня на главной странице относительно бетки. Да, левый сайт, forgive me. Да, там много всего. Я вам не все рассказываю, ребят, не все. Вам это не нужно. Когда дивините? Я надеюсь, что завтра вечерком. Фу-фа, фу-фа. Нет, ребят. Сегодня спать, отдыхать. До новых встреч.